Всем привет! И наше видео снова посвящено травяным лягушатам, которые у меня находятся на содержании. Прошло уже больше двух недель с последнего видео, поэтому интересно, наверное, взглянуть, как они выросли. А подросли они серьезно. Они тоже набегались в этом лоточке, в этом временном лоточке. В котором я их держу, чтобы было время почистить акватеррариум. Набегались, напрыгались, перестрессовали. Но ничего, скоро мы их выпустим. Ну, заодно и прокакались, как говорится. Можно заметить, что наши лягушата достаточно полненькие. И достаточно толстенькие. Ох, вот он, самый крупненький, наверное. Хотя все относительно. Они настолько толстенькие, потому что еще вчера буквально я дал им на пробу достаточно крупных для них сверчков. Для них они крупные, а для варана, наоборот, слишком маленькие. Вот таких вот сверчков. Можно увидеть их размеры сравнительные. Да, несомненно, для лягушат эти сверчки крайне велики. Но, тем не менее, они их кушают. И потому что каждый съел по сверчку, они вот такие вот толстенькие и непоседливые. Ну, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Все зависит от их непосредственной активности. Кто хочет, тот и кушает. Не щадя живота своего, как говорится. Всего осталось у меня их четверо. Почему? Потому что один лягушонок, примерно ихнего размера, чуть меньше, буквально на неделе сбежал из своего акватерариума. Я оставил его открытым, не закрыл москитной сеткой, и он выбрался. Этот лягушонок был самым худым. И, собственно, покинул акватерариум исключительно для того, чтобы найти себе как можно больший кусок. Хотя непосредственно особых проблем с питанием у них нет. Проблема в том, что дрозофил, как из сверчковой пыли, даже в количестве 100 штук, им на всех не хватает. Как я говорил ранее, маленький сверчок, такому лягушонку, буквально как макаронина для человека, одна. Поэтому, чтобы наесть им нужно очень много сверчков или дрозофил. Поэтому я начал кормить их сначала маленькими, совсем новорожденными, мадагаскарскими тараканчиками. Они с переменным успехом также их ели. Ну, а теперь, как вчера пришли сверчки, я дал им сверчков. И каждый лягушонок скушал как минимум по одному, а кто-то и по два. Ну, правда, в течение двух дней. Собственно, убежавший лягушонок очень плохо ел с пинцета. Ну, тут возникает как бы естественный отбор, потому что шевеляющийся мадагаскарский тараканчик маленький, хоть с раздавленной головой, но привлекает внимание. И наиболее прыткие лягушата перехватывают кусок первыми. То есть очень трудно покормить с пинцета именно каждого лягушонка. К этому нужно прилагать очень большие усилия. Иначе либо этот таракан останется неудел, и его съест другой лягушонок рано или поздно, либо его другой лягушонок очень быстро перехватит. Что в основном случалось? Сам же худой лягушонок, даже если пытался скушать таракана, у него это не всегда получалось. И как только не получалось, он буквально прекращал это делать. То есть проявлял полную апатию. О! А сейчас мы видели, как маленький лягушонок пообедал мухой, которая залетела к нам на вечеринку. И я специально пустил ее сюда. Ну вот, еще один лягушонок пообедал. Этот лягушонок у нас не самый худой. Поэтому, ну что ж, я рад за него. Хотя предпочтительно бы, чтобы муху съел кто-нибудь еще. Ну да ладно. Собственно, за того, что лягушонок плохо питался, я его даже отсаживал отдельно в баночку к дрозофилам. Он съедал десяток, а после стрессовал и пытался выбраться из баночки. Ну, понятное дело, там минимум воды, чтобы дрозофила не тонула и привлекала своим движением. Внимание, лягушонка! Ну вот, рано или поздно, в конце концов, он взял и выбрался. Прошло меньше 12 часов, как я увидел эту пропажу, но этого времени уже вполне хватило, чтобы лягушонок прополз по комнате, собрал всю пыль, волосы с пола и засох. Да, они засыхают очень быстро. Пыль впитывают влагу, и, соответственно, без влаги лягушата помирают. Я облазил полквартиры и нашел в результате лишь засушенную мумию, хотя прошло, как я выразился, менее 12 часов. Так что у меня остался только бодрый квартет из четырех лягушат. Благо, теперь еды на них хватит. Из предыдущих видео ясно, что размножились сверчки. Они немного подрастут и станут основным кормом для лягушат. Ну, а некоторых наиболее мелких сверчков из партии, которые я закупил для капского варана, я дал им. Два сверчка пока еще пережили охоту, но штук 8, как и сверчков, как минимум, эти лягушата вчетвером употребили. Да, лягушата растут, и чем плотнее их кормишь, тем быстрее они растут. Конечно же, при наличии достаточного количества ультрафиолета. Ну и, соответственно, подкормок. Конечно же, крупных сверчков прямо так в рот каждому не дашь, поэтому опылять кальцием и витаминами необходимо наиболее мелких сверчков, которых я буду давать в процессе. Ну, а крупные просто будут хорошим плотным обедом или ужином. В зависимости от того, кто как это воспринимает. Собственно, чем быстрее лягушки растут, даже если учесть, что их количество сильно уменьшилось, тем быстрее загрязняется акватеррариум. И в результате мыть его приходится уже чаще. Прошла неделя, благодаря ультрафиолетовой лампе террариум начал зарастать. Ну и, собственно, покажу, что из этого вышло. Тут можно увидеть на стыке, где приклеено стекло, достаточно много зелени. Это водоросли. Их уже оттуда, ну, буквально никак не достать. Они все равно будут расти и со временем покрывать все большее количество труднодоступных мест в акватеррариуме. Но поскольку лягушата у нас сильно выросли, я решил добавить им воды. Воды в акватеррариуме будет больше. Надеюсь, также она будет меньше пачкаться, меньше загрязняться от фекалий. Ну и, соответственно, через некоторое время я выпущу лягушат снова туда. Ну, а пока по старым видео можно понять, насколько лягушата повзрослели. Опять же, можно сравнить их размеры по водоросли кладофории и насколько они крупные стали. До этого на кладофоре могло умещаться порядка шести лягушат, а теперь, дай бог, двое-трое уместятся. Они тут пока стрессуют, боятся, но очень скоро я отправлю их домой. Кстати, насчет питания. Многие рекомендовали мне мотыля. Мелкий мотыль очень труден в нахождении, ну а крупный меня все-таки немного разочаровал, поскольку на суше он мало шевелится и, соответственно, плохо приковывает к себе внимание. Из-за чего лягушата не пытаются его съесть. Опять же, нужно трясти перед ним перед ним пинцетом с кормом. Что достаточно накладно. И так со сверчками и тараканами мучаюсь. А тут еще и отдельно быстро портящийся мотыль, который живет-то в холодильнике всего несколько дней, а потом умирает. Так что, да, единственным приемлемым кормом в условиях, допустим, Москвы, Московской области, если есть возможность в магазины террориумистики ездить, ну, составляет сверчковая пыль, которую можно вывести самостоятельно, и дрозофилы. Ну, а дальше уже новорожденные тараканчики, маленькие, очень маленькие сверчки и гусеницы бражника. Со временем можно перейти на мучного червя, но поскольку он слишком жирный, никто не рекомендует им увлекаться. Поэтому, думаю, мы избежим кормления лягушат мучным червем. Но пока больше не будем мы их мучить. Вот тут трио засело. Они специально поменяли окрас. под цвет лотка. Стали гораздо светлее. При этом у каждого лягушонка свой рисунок на спине. Это можно отчетливо увидеть. Кто-то пятнистый, кто-то более монотонный. Но, тем не менее, четверых уже вполне можно легко определить по рисунку спины. И это облегчит вам кормление. Каждого лягушонка отдельно. Ну, а на сегодня все. Я буду пересаживать лягушат обратно. А вам до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok